А на стадионе у 18-й школы уже сложилось целое сообщество любителей ЗОЖ. Самые взрослые физкультурники осваивают скандинавскую ходьбу. Анета Шиповаленко продолжит. Утро у Людмилы Алексеевны начинается не с кофе. Каждый день она на стадионе. Пешком к здоровью и долголетию шагает уже несколько лет. Насколько похудели вообще? По результатам можете поделиться? Было у меня 72, сейчас 63. Людмиле Алексеевне 80. Профессионально спортом никогда не занималась. Но вела активный образ жизни. Смеется, всегда ходила без палочки. Сейчас сразу с двумя. Благо спортивными. Решили, что дома скучно, нужно что-то делать, выходить. Ну а как? Дома кушать сварила, а остальное время куда? Вот женщина, мы ей предложили, она сама ходила. Мы ей предложили, она теперь будет с нами утром приходить. Вера Владимировна опытный ходок. Скандинавской ходьбой занимается пять лет. Выносливость позволяет и ритм держать, и на вопросы отвечать. С момента выхода на пенсию я тут же стала заниматься. Чем-то надо заниматься. По вам видно кепочка, спортивный рюкзак. Думаю, пенсия, надо что-то такое на воздухе. Скучно, скучно. Скучно, да. И мне подсказали, бегать в моем возрасте уже нежелательно. Суставы, колени. Желательно взять палки скандинавской и заняться скандинавской ходьбой. Вы знаете, как я стала заниматься скандинавской ходьбой. Я выбросила все лекарства. У меня восстановилось давление. И знакомств прибавилось. Сначала желающих было немного, а сейчас в группе уже 20 человек. Раньше для тренировок искали место. От асфальта болели ноги. Приходилось собираться в парке. Сейчас стадион с резиновым покрытием – любимое место. А скандинавская ходьба – тренд у тех, кто на пенсии. У меня сегодня маленький праздник. Я первый день пришла на стадион с палками, с новыми палками. Именно работа с таким инвентарем отличает скандинавскую ходьбу от обычной прогулки. Зачем нужны палки, отвечает тренер. За счет палок по-прежнему происходит движение и в плечевом поясе. За счет них же идет больше скрут в мышцах пресса. За счет перекрестного движения. Алла – фитнес-тренер. Она с улыбкой поддерживает всех, кто шагает на стадионе. Подбадривает, корректирует технику. Я с удовольствием приглашаю всех, кто живет рядышком, а может быть не совсем рядышком, подсоединиться к нашим тренировкам. Каждое воскресенье в 8.30 утра. Команда любителей скандинавской ходьбы приглашает в свои ряды. На воздухе и в компании шагать к здоровью веселей. Анета Шиповаленко, Владимир Погоня, ТСВ.